Путь к Пасхе Господний непрост. Он пролегал через многие дни поста, скорбные размышления о наших греках, которыми мы пригваждаем Иисуса к крестному древу, через покаяние и намерение непременно исправить нашу жизнь, чтобы и нам самим воскреснуть со Христом. И именно эта надежда и радость, благодарность Спасителю за то, что Он избавил нас от вечной погибели, переполняет наши сердца во дни Святой Пасхи. Ликование пасхальной ночи наполняет и сельские церквушки, и городские соборы, и древние монастыри. О том, как встретили Христово воскресенье в Вознесенской Давидовой пустыне, рассказывает наш коллега Владимир Карпов. Вознесенскую Давидову пустынь окутала ночная мгла, но от ворот Величественного Спасского собора струится свет, напоминая о древней пещере, где был погребен после казни Иисус Христос. Однако тело его наутро ученики не нашли. Ангел в лучезарных одеждах возвестил. Он воскрес. Великое чудо не перестает изумлять и радовать последователей Христа и спустя более двух тысяч лет. Время близится к полуночи. И по многолетней традиции верующие выходят из храма на улицу со свечами, хорубями и молитвами. И движутся крестным ходом навстречу Господу. Затихли благочестивые песнопения, и сотни сердец замерли в ожидании, чтобы услышать слова, в которых весь смысл жизни земной и утверждение жизни вечной. Христос воскрес! Мористос воскрес! Христос воскрес! Мористос воскрес! Христос воскрес! Мористос воскрес! Благодатный огонь горит в сердцах верующих и в лампадках. Прямиком из Иерусалима в Давидову пустынь священное пламя доставили глава баранцевского поселения Сергей Анашкин и председатель совета депутатов Владимир Шаров. Ради частички огня многие приехали сюда из других городов. Это же такое счастье. Вот мы приехали из Подольска сами сюда за благодатным огнем. Кроме радости и праздничного настроения ничего не испытывает. Как будто земля у нас поднимается из-под ног. Светлое впечатление, светлая радость, светлый праздник. Любимые люди вокруг. Прекрасный настоятель. И вообще я очень люблю это место. Места родные. Вот периодически приезжаю. Праздник великий, самый главный. Впечатления очень хорошие. Святость такая. Духовная радость. И какое-то такое благосостояние. Богослужение продлится далеко за полночь. Но людей не пугает усталость. Соединиться с Господом в таинстве причастия в столь торжественный момент намерены почти все, кто в праздник посетил собор всемилостивого спаса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!